Всем привет! Это Нечайная История, и я с вами тут проливаю и завариваю чайочек. Сегодня мы будем встречаться с Игорем, он в Швеции. Осталось тут буквально шесть минуточек. Вот, и будем разговаривать разговоры, потому что давненько мы не виделись, и интересно, что в текущей ситуации происходит вообще в Швеции, и как Игорь там себя чувствует. Ну, в общем, последний раз мы с тобой записывались что-то, наверное, пару лет назад, да. И я на самом деле, я последний раз, когда слушал наш подкаст «Среди прикола», я подумал, что оказывается, мы тогда жили вообще не так долго, и оказалось, что у него было просто пипец вообще произошло. Время вообще осталось. Ничего, и расскажи, и расскажи, и как, что поменялось. Сейчас еще, тем более, вот это мракобесиво, блин, непонятное, просто... Закончилась икеюшка, все. Это грустно, потому что я вот, например, вообще не понимаю, где купить мебель. Мебель, ну, вот куда стеллаж какой-то купить, где купить постельное белье, потому что я обожаю, у меня жена тоже, обожаем постельку икеюшку. Где купить сейчас вообще хер его знает, вот абсолютно непонятно. Ну, времена меняются, рынок, что там у нас осталось еще у вас? Не знаю, не знаю, я не вижу никаких аналогов. Ладно, это все понятно, это грустно и грустно, но, блин, ты расскажи, мы же здесь встретились не очень грустить, а все-таки как-то... Расскажи, как у тебя там, что изменилось за последние два года? Где ты вообще? Потому что явно вы переехали, не один раз, походу. Да, да, да. За два года изменилось очень многое. Я поменял работу, я поменял место прикидства. Ты не в Икеа работаешь? Ну, теперь... Ты же знаешь, что Икеа, она большая. Да, да. И я теперь не работаю в Инке, не в ритейле. Я перешел в Hard of Ikea. Я теперь работаю в Эмкульте, в подразделении, которое называется Core Business Range. Он же раньше назывался IOS, Ikea of Sweden. Это же, напомни, это же родина прям первого магазина, да? Это родина не просто первого магазина, это родина вообще... Ингвара. Он там, его дом. Мы, кстати, как-то раз пытались туда заехать на тачке, но не получилось там, из три критерия. Ну, короче, он там буквально в 8 километрах жил. Ну, это типа вообще деревня-деревня. Это деревня Икеи, по факту. Потому что это очень смешная история, на самом деле. Потому что как я туда переходил, это был просто вообще цирк полнейший. Как меня уговаривали, я не хотел, потому что... Во-первых, я все еще живу в Мальме, и я собираюсь продолжать жить в Мальме. Ты гоняешь в Мальме? Да, да. А это 140 километров. Шесть. Так, подожди, я не очень понял. Ты работаешь из дома или ты каждый день туда гоняешь? И ни то, и ни другое. У меня типа гибридка, я договаривался на гибридку, что там два-три дня из офиса, остальное дома. Жесть. Ну, прикол в том, что я живу совсем рядом со станцией, и я выхожу из дома, а через три минуты я в поезде. Потом я в поезде еду, работаю, выхожу из поезда пять минут и в офисе, и назад. В общем, Эльмхольд – это место, где родилась Икея, и где она живет сейчас, в плане того, что там живет вся деревня. Мне кажется, там тысячи три человек живет, суммарно. И при этом, учитывая, что… Да, да, потому что, смотри, в Эльмхольде там типа Икея в Свидене, где разрабатывают ассортимент, Айкея Коммуникейшнс, Айкея Индастри, там DC, там Икея Тестлаб, Икея Компоуненс, Икея То, Икея Сё, бла-бла-бла, CBF и так далее. Ну, в общем, там дофига всего, и все это Икея. И как мне рассказывали ребята, знакомые из моих отделов, они говорят, что типа ты поработал до пяти, потом едешь в супермаркет, и там типа все люди в супермаркете – это или твои коллеги, или те, кто работает в супермаркете, они там мужья, жены твоих коллег. То есть если они не работают в Икея, значит они типа родственники тех, кто работает в Икея. И ты стоишь просто, выбираешь там яйца, а там кто-то такой, а, эй, чувак, у меня есть вопрос, я забыл спросить сегодня на встрече. Ты такой, да, блядь. Вот, поэтому я не хочу жить и работать одновременно, поэтому мы решили, эй, трясется пипец, мы решили не переезжать туда. Да и как бы хочется как бы жить в городе. Мальмо и так, блин, 300 тысяч человек, и это не сильно большой город. Я бы там сильно хотел пожить. В Эйнхульте? Не в Стокгольме, а в Мальме. Не, в Эйнхульте не хотел бы. А, в Мальме кайфово. Но я бы, наверное, все-таки… Да, и мы решили переезжать, возможно, когда-нибудь в Стокгольм. Это очень круто, нам очень там нравится, но в перспективе. Потому что… Не такой большой, мне кажется, как Москва, да, но, наверное, крутой. Потому что… Стокгольм? Да. Но он не маленький. По сравнению с Мальмой он вообще не маленький. Ну, там типа миллиона полтора. И есть метро. Да. Ну, как у нас, такими же категориями мысли. Типа миллионник, значит метро. Метро, значит, прикольно. Блин, я вот для себя понял, что… Я еще в Москве, наверное, для себя понял, что метро – это на самом деле шляпа такая, просто пипец. Вот банально, мы сейчас скоро поедем в отпуск, очень хочется в отпуск, пипец. И вот для меня, как для человека, который едет в отпуск в какой-то город, метро меня вообще не привлекает. Потому что я, когда еду по городу, мне кажется смотреть в окно, например. Нет, ну конечно. Метро – это быстро, супер-мега-эффективно, но это, мне кажется, вообще не human-friendly транспорт. Согласен. Ну, тут просто, да, вопрос какой-то практической части. То есть попасть из одной точки крайней города в другую – это прям классно. А так, чтобы город посмотреть, ну, это, конечно, шляпа, да. Вот. Ну, в целом, что, мы переехали в другую квартиру, потому что пандемия, вся фигня. Я поменял работу. Дашь тоже поменял работу. Я начал учить шведский чуть-чуть. Чуть-чуть. Это было недавно. Это произошло вот буквально сейчас недавно. Мы начали ходить на шведский. На курсы? По фану просто. Ну, и там начали мы ходить не только просто по фану, потому что прошел слушок, что для гражданства нужно будет все-таки сдавать какие-то экзамены. Поэтому мы решили подготовиться заранее. А, я отрезал хвост. Да-да-да. Видел. Блин, ну, слушай, да, такие глобальные новости не то что. Я свалил с работы. Вообще. Да, я помню, это было непросто для тебя, мне кажется. Да, но и сейчас непросто. Ну, да. Вообще не все знают, что я свалил с работы. Я говорю сейчас про маму. Мама, если ты смотришь или слушаешь, не переживай, все будет нормально. Да, и тем более сейчас, что горевать, ты свалил с работы, которая тоже свалила с работы. Ну, в принципе, да, ребята, которые остались, блин, конечно, это очень стрёмная, отвратительная, говнястая ситуация. Я, короче, хочу в новых сериях подкастов «Нечайная история» хочу перестать ругаться матом. И это крайне сложно в текущей ситуации. Я понимаю. Но зато есть очень много разных классных слов, которые нематерные, но, может, могут объяснять, что ты чем-то недоволен. Да, ну, слушай, тут, мне кажется, процентов 90 или 80, не знаю, как посмотреть, страны недовольны чем-то. А мы стараемся где-то публиковаться, да? То есть нам нужно на новоязи клятись, если что. Чего-чего нужно? Ну, ты же собираешься это куда-то выкладывать, правильно? Значит, мы разговариваем на новоязи, чтобы не было никаких... Тюрьм? Ну, да. Как бы я-то что? Я далеко? Ну, а я-то что? Ну, слушай, я не знаю, неужели меня посадят за то, что я «Войну войной» назову? Не знаю, ну, ок, хорошо. Давай будем на новоязи. Я просто не очень в теме. Видимо, это и в материале больше, чем я, потому что я, как ты знаешь, абстрагировался, на самом деле. Я месяц, меня потрясло, поколбасило, я не понимал, что мне можно делать, что нельзя, потому что, по сути, от тебя ничего не зависит, по сути. Ну, то есть я против войны, я не люблю, когда убивают людей, я не понимаю, почему это должно происходить в 2022 веке, и до сих пор не понимаю. И, ну, короче, это какое-то муракобесивое, отвратительное говно, и, ну, это моя позиция, но я не понимаю, что я должен сделать. То есть там пойти куда-то на красную площадь с транспарантом, я не пойду. Ну, говорить о том, что война – это хреново, ну, да, но что это меняет? Ну, то есть у меня была, понимаешь, такая позиция, хер пойми. У меня недавно был очень прикольный инсайт такой, когда вся вот эта заваруха началась, мы сейчас, у нас есть такое, знаешь, иммигрантское комьюнити здесь, ну, и оно кросс-бордер по Европе, там кто-то, кто попереезжал, вот. И раньше, на самом деле, очень многие люди связывались там со мной, с ребятами, насчет того, как попасть, как попасть из России куда-нибудь. И, ну, вот у меня в среднем, там, такие разговоры раньше были раз в месяц примерно. Когда началась война… Я помню, даже я спрашивал. Когда началась война, стали звонить примерно раз, писать раз в неделю. Разные люди, то есть каждый раз куда-нибудь новый. Вчера, это вчера было и… Или позавчера? Когда была коммуникация о том, что IKEA закрывается окончательно? Или вчера, или позавчера. Ну, короче, вот в этот день мне написало и позвонило сразу шесть человек, такие… Вот. Но эта история не об этом. История о том, что у меня есть знакомый один в Москве. И он такой, типа, либеральный чувак. То есть он там на митинги когда-то ходил. Но суть в том, что вот месяца полтора назад, когда начался весь этот лютый движ, мы с ним разговаривали на тему. Он тоже связался со мной, сказал, что хочет уехать. Спрашивал насчет того, как это делается, какие контакты есть. Ну и так далее. Ну все как обычно. Вот. И что меня обратило, на что я обратил внимание особенно, он, как я сказал, либеральный взглядов. И когда мы с ним разговаривали, у нас случился такой разговор, что он говорит, когда вот я думал, думал. И потом, когда началась специальная операция, и я такой, вау. Ну то есть я ничего не сказал, но момент того, как вот в нем сработала эта самоцензура, он буквально, и ты с ним разговариваешь, такой, вау, нифига себе. То есть этот чувак, который ходил на митинги и так далее, но вот этот момент, он прям так, прям запнулся, когда он хотел сказать, в специальная операция, и ты такой, нифига себе, вот это вообще. Слушай, ну можно на самом деле всех понять, потому что, ну реально стрёмная дичь творится. Да, я понимаю. Людей сажают прям в тюрьму по-серьезному. Это прям, ну жесть же. Да. Это прям стрёмная дичь. Поэтому я вообще не склонен к тому, чтобы кого-то обсуждать, кроме чуваков, которые... Абсолютно нет, абсолютно нет. Суторили. Потому что... Ну страшно. Людям страшно, как бы, да, я могу понять. У меня родители сейчас вот поехали в Крым в отпуск. Вообще. Просто. Да жесть, жесть. Очень сложно это понять. Мы разговаривали. Но они всё... Меня удивляет. Они всё понимают. И я читаю в новостях, вот буквально мне вам сказало, взял, мы купили путёвку в Крым, траля-ля. Это я читаю в одной вкладке Телеграма, пролистывая в Медузу, а там украинский министр иностранных дел заявил, что Крымский мост первая цель, и типа, жахнем в ближайшее время. И я такой... Чё происходит? А люди просто... Люди хотят отдохнуть от всего этого кошмара. И ничего себе не могут позволить другого. ну, то есть Турция там для них уже просто запредельных денег стоит. Да, это правда. И я не осознавал эту тему, потому что Турция для них стоит запредельных денег. Я говорю, ну, камон, Армения, Грузия, они такие, камон, у нас нет евро, карты не работают, мы ничего не можем сделать, купить не можем. Все плохо. Все, это просто не работает. И ты такой, окей. Абхазия, они говорят, Абхазия стоит 100 косарей на неделю. Да, да. Что? Абхазия, да-да-да. Там потом спрашиваешь дальше, мама говорит, Сочи вообще не варит. Типа 20-ка за ночь, там, за любой апель. Еще больше. Да. Такое, что? Ну, просто на Волгу с палатками, да, вот. Вот, да-да. Я предлагал там разные варианты. Ну, у них моя сестра, ей там, сколько сейчас, 13 будет. Ей вот это все, Волга палатки, я так понял, ей не очень интересно. Да, ну, там он 13, это что? Да, родителям не хочется запаиваться, ну, то есть, я понимаю, что они тоже хотят отдохнуть. И в итоге это, типа, Крым. Ну, да. За 100 тысяч. Чего? Вообще, ну, я говорю, невменяемое просто изменение. И 100 тысяч, это, типа, не из Москвы прилететь, чартером, и суды, понятно, это на машине доехать туда самому за 12 часов, и потом, типа, жить в этом пинтуристе. О, сорян, я сейчас окно закрою. Просто жить в этом пинтуристе, который там. Я там был. Это обычный советский отель, который не сильно изменился с тех времен. Ай, дичь, конечно. Просто какая-то. Ну, ладно, я не буду спорить, цены в Европе тоже нормально взлетели. Не прям, ну, то, что, знаешь, то, что по телевизору говорят, это, конечно, тоже в 10 раз умноженное, но то, что говорят всякие люди с другой стороны, это еще тоже на 5 поделено. То есть, банально, тут тоже стало подороже жить. Ты не поспоришь. Санкции, они влияют на всех. Да, да, да. Никто не ожидал, что будет так, но оказалось, что вот так. Да, да. Но, с другой стороны, как бы, справляться с повышением цены на кофе на 5% с зарплатой шведской и справляться с повышением цен на все с зарплатой российской, это тоже разные вещи. Да, да. Сильно, сильно разные. И мне, на самом деле, очень трудно сравнивать эти вещи, потому что, банально, когда мы переехали, мы, в принципе, ничего не успели еще понять и начался ковид. и цены обвалились вообще на все, кроме недвижимости. И у меня сейчас такая позиция восприятия была, пока я не сел и просто не подумал головой, у меня была позиция такая, блин, кипец, бензин подорожал в два раза. Потому что ты, знаешь, замечаешь такие негативные всякие вот эти все перемещения, а позитивные иногда не замечаешь. И получается, что, когда начался, я просто даже сам свой пост перечитал, который я в телеге оставлял про бензин, получается, что, на самом деле, бензин сначала во время ковида подешевел на 40%, потому что он никому не нужен был. Никто никуда не ездил, да? Но потом, мой мозг заметил только, что он поднялся в два раза от самой дешевой цены. А на самом деле, он сначала упал на 40%, а потом, ну, поднялся там нормально. Ну, конечно, все нормально. Блин, слушай, смотри, как ты, у тебя, видишь, по-другому, как-то критично голова работает, потому что, наверное, процентов 90 из нас не стало бы так думать. Ну, потому что все время же плохое видишь только в основном. Я не знаю, с чем это связано. Нет, как же, но с другой стороны, знаешь, ты сидишь такой, у нас, вот, есть какой-то подход мозга у моего, по крайней мере, искать какой-то позитив в негативе. Вот мы ржали с ребятами, что в Швеции самый дорогой. Я поменял машину еще, у меня теперь дизельная машина. И как только я поменял машину на дизельную, цена на дизель полетела вот так просто. Я думаю, тебе пора уже какую-нибудь покупать старенькую Теслу. К этому мы еще придем. Мы обсуждаем сейчас один кризис, перейдем к другому кризису. А, окей. Вот. И, короче, что, цена и на бензин, и на дизель она полетела вверх, но так как дизель изначально стоил немножко дороже бензина, это ударило, по моему восприятию, еще сильнее. То есть, типа, ты платил меньше, а стал платить больше, а это еще и больше, чем больше, whatever. И мы сидели с чуваками на работе, такие, блин, пипец, дизель там стоит столько денег, капец, как все дорого ездить на машине. А потом у меня пришло такое осознание, в Швеции самый дорогой дизель в мире. Просто конец вообще какой дорогой. Но потом мы подумали, зато, если мы поедем куда-нибудь в отпуск в Европу на машине, нам везде будет дешевле, чем дома ездить. Значительно. И мы будем кайфовать, когда мы приедем, не знаю, в Германию или в Данию, а там дешевле бензин, чем у нас. И это будет очень прикольно и приятно. И ты просто такой на этой мысли кайфуешь. И мне это восприятие. Зато дешевше будет, да, в отпуске гонять. Да, вот и проверим. Ну, ну, да. Все дороже. Ну, да. Слушай, а только по поводу электротачки ты не думал? Или ты думаешь, что еще бахнет по этому тоже? Нет, дело не в этом. Ну, было несколько вещей, которые насчет этого создают трудности определенные. во-первых, когда я покупал эту машину, которая у меня сейчас, я планировал, ну, типа, что я буду на ней на работу ездить. Сейчас я же на ней на работу. Она просто у меня такая уикенд машинка. Или если нужно по городу, не знаю, куда-нибудь прокатиться в течение дня. Я, у меня первый раз такое за всю жизнь. Я купил машину скоро год уже будет. она не стоит, но я за 9 месяцев я проехал 5000 километров. Хорошо. Когда я купил гольфа своего первого, мы проехали, я купил его в январе. Летом у меня было уже 12 тысяч. Слушай, ну, вы там по всей Швеции гоняли. Я помню же, я же смотрел за вами, вы там все злачные места красивые смотрели. Может быть, сейчас было бы убавилось просто. Да, во-первых, сейчас дел побольше четко. Это раз. Во-вторых, мы очень многое уже посмотрели. Ну, то есть, прикол в том, что вот Мальма, он в таком-то таком месте, где у тебя в районе 100-200 километров очень много прикольных вещей. И дальше ехать уже как-то лень. Ну, если только, ну, то есть, ты на день не поедешь там за 300 км, если только ты не я издаешь направо. А, кстати, за этой тачкой я тоже ездил один конец в Гетеборг. Мы просто поехали 300 туда, забрали, поменялись машинами и вернулись и вернулись обратно в 300 через буквально, мы типа в 5 часов вечера уже были дома. Ну, извините, я перебью вообще не в кассу вопрос. Вы не доехали случайно до Моры? Не доезжали? До Моры? Да, Мора или Мура, я не помню, как правильно называется. Там делают ножи, там прям целая деревенька была, если это не город. и там делают ножи очень известные на самом деле. Не, я вроде все еще не в курсе. Мы вот из таких вещей, самое далекое, мы ездили на Северный порт практически, но мы ездили не на машине. Полярное сияние рекомендую всем попробовать, очень вкусно. Лучшее, что я ел за всю свою жизнь, это вот вы можете представить себе вообще любой тревел экспириенс вот здесь, а если вы увидите Северное сияние, это выглядит мне очень понравилось то, как ты это воспринимаешь в плане того, что ты вот сразу после этого ты просто стоишь и думаешь, окей, вот все, что угодно, что я видел до этого, это все вообще ничто. Любая архитектура, любая еда, которую ты ел, любая природа, ты такой думаешь, там, не знаю, ну, я во многих местах был и много чего пробовал, но когда ты видишь хорош, ну, оно же разное тоже бывает, потому что некоторые люди съездят и такие, э, типа, что-то там, типа, непонятно, что-то светится, но если попадаешь на нормальное полярное сияние, ты просто, ну, я никогда в жизни не кричал от восторга. Ты прям постоял и орал. Охренеть, ну, то есть просто нет слов. И при этом вокруг люди другие тоже кричат, такие, ааа, нифига себе, как это возможно? Ну, вот, и, ну, вот под Норвегию мы ездили, в саму Норвегию мы не стали ездить, потому что что-то, что-то не нашли что-то интересного. Ну, Стокгольм, ну, то есть, много мы покатались. И, в общем, получилось так, что у меня сейчас эта тачка, на которой я особо не езжу, ну, получается, эта машина только для путешествий и по городу погонять иногда. А тогда я планировал, что я буду на ней ездить на работу, и хотелось что-то такого супер-мега прикольного, комфортного, жирного, и поэтому мы выбрали такую машину. Если это все перейдет... Вот, и еще прикол в том, что тогда цены на топливо были супернизкие, никто ж не знал, что война начнется и какой-то кризис снова, и бешеный, и, любимое слово, цепочки поставок накроются медным тазом. И у электромобилей на самом деле есть свои приколы и свои минусы. А еще тогда начался прикол с тем, что в Швеции начало дорожать электричество из-за тоже каких-то там кризисов с нефтью и так далее. И на самом деле у меня есть знакомые с домами, которые этой зимой они такие бешеные деньги платили за отопление, потому что в Швеции во многих домах отопление оно электрическое. Да. Есть некоторые и многие даже дома, которые инвестировали огромное количество денег в геотермальную энергию. Есть редкие дома, у которых есть газ, но это прям еще редкость. Соответственно, большинство домов топится электричеством. И я знаю случаи, когда людям приходили счета просто за месяц за электричество тысяча евро. Полторы тысячи евро. и там были определенные моменты, что исходя из того, сколько стоил киловатт электричества, получилось, что сначала когда-то разрыв между электромобилями и бензиновыми машинами был там просто колоссальный с точки зрения стоимости. То есть электромобили были в 10 раз дешевле, в 20 раз дешевле. И в тот момент, когда цена на электричество очень сильно скакнула, получилось, что бензиновые машины опять стали чуть-чуть дешевле, ну, на процентов. И мы тогда такие, ну ладно. И плюс еще, на самом деле, возвращаясь к кризису полупроводников и все вот это пигни, ты сейчас просто так не пойдешь и не купишь машин. Особенно электромобиль вообще. Теслу ждать год. Ясно. Что-нибудь простое? А вот еще, кстати, было интересно, сорян, если я тебя запуливаю вопросами, ты меня тормози, потому что мне очень много интересного спросить. А по поводу какого-то транспорта, который, ну, там, я не знаю, велики, те же электросамокаты, какие-то электроскейты, моноколеса, там, вот это работает или это больше в сторону Стокгольма все-таки интересно людям. Ну, скейты, скутеры арендные электрические здесь еще везде, все на них ездят. Они, конечно, не такие дешевые, как в Москве, наверное. А сколько стоит час? Или там по-другому как-то? Нет, нет, тут поминутно. А, поминутно даже. Прикольно. Блин, я не помню, сколько час стоит. Типа пара крон в час. Рублей 20-30. Это 20-30 в час. Нет, в минуту. А, в минуту. У нас дешевле. Ну, да. Ну, опять же, я просто помню, я пользовался несколько раз. У меня были случаи, допустим, не знаю, когда мне тачку на сервис надо отвезти. А обратно вернулся? А обратно вернулся, да. Ну, то есть, там расстояние 3 километра, например, 3-4 километра. Ну, то есть, 10 минут ехать, 15 минут ехать. И это получается просто дешевле, чем автобус. И удобнее, чем автобус. Потому что автобус ждать, до него идти, от него идти, и он стоит 30 километра. Ого! Получается, общественный транспорт тоже не такое же дешевое удовольствие, да? Ну, смотри, если ты постоянно пользуешься общественным транспортом, то, конечно, он дешевый. Ты покупаешь просто месячный проездной, и он прям капец на много... Ну, то есть, у тебя там, если у тебя просто разовый билет стоит 34-35 кром, то проездной у тебя стоит на месяц 500. Типа как 10-12 поездок, и ты, естественно, там, он получается очень дешево ездить, он безлимитный, и там, у тебя там все автобусы, поезда, все. А, вот так, прикольно. Ну, и, соответственно, у меня не было тогда, я всегда ездил на машине, у меня не было проездного. Ну, соответственно, один раз купить, это смысла нет. Велосипеды есть, в принципе, практически у всех. У нас есть велосипеды. Я езжу часто на велосипеде. Но велосипед это, ну, типа, знаешь, это концепция 10-минутного города, она тут работает, особенно если ты живешь в центре, как мы. И, если нормальная погода. Зимой я на велике не езжу, потому что порой холодно. Ну, если надо недалеко, можно. А так, в принципе, велосипеды везде, велодорожки везде, летом вообще кайф, и очень все доступно. И велосипед намного удобнее, потому что в городе есть многие места, куда нельзя заезжать на машине вообще. Даже заезжать. Плюс парковка платная абсолютно везде. Плюс парковка во многих местах не разрешена. Не заедешь, не запаркуешься. Да, то есть, как бы, начинается все с самого жесткого. Вообще нельзя заезжать. Потом чуть-чуть попроще. Заезжать можно, но не припаркуешься. Потом заезжать можно, парковаться можно, но парковка стоит космос. Мы просто сейчас живем так, что мы пешком везде можем дойти практически. И это очень... А, ну ты говоришь и с центром. Ну да, да, логично. То есть, у нас именно прямо супер-мега-центр-центр-центр типа 15 минут пешком спокойно идти. Велосипед, он скорее такой, что знаешь, когда для нас это... На речку сгонять надо. Что-что? На речку сгонять. Ну, это если быстро надо. То есть, там, не знаю, я в обед еду за едой. Понимаешь, что у меня час перерыва. Я могу пешком дойти, взять и вернуться, но мне надо, что не 15 минут туда добираться, а типа 5. Достал велик, съездил, взял, вернулся, все, удобно. Вот. А так, если ты никуда не спешишь, мы пешком везде ходим. Поэтому, но при этом очень многие люди здесь, они ездят на велосипеде вместо общественного транспорта. То есть, у меня есть знакомые, которые на велосипеде ездят в офис 25 минут в одну сторону. Ну, 25 это нормально, что тут ехать-то? Ну, да, это нормально по времени, но когда в Мальме очень большую роль в твоем велосипедном маршруте, играет не сам маршрут, а погода. А, ну, блин, там же погода такая клевая все время. Если ветер в спину, тебе удобно, если ветер в лицо, тебе будет неприятно ехать, потому что тебе будет очень тяжело ехать. Поэтому многие покупают электробайки, которые помогают и вообще я ездил на электробайке. Это вообще на самом деле страшная вещь, когда первый раз на меня сидишься, потому что ты начинаешь когда крутить, просто включается электромотор, и ты такой, ну, сейчас я потихоньку и он типа разгоняется по 30, там километров, 30, 35, ты такой просто ты не ожидаешь от велосипеда такой скорости, и что ты крутишь, а мотор за тебя все делает, и это классно, очень сустейн, очень удобная штука, и по городу вообще космос. Но велики воруют просто конец. Да ты чего? Да, да. Блин, вот цивилизованная Европа, да? А, еще тут очень много карго-байков. Это что? Ну, это велосипед с такой люлькой. Трехколесный, типа? Да, трехколесный, ну, то есть там, допустим, шведов очень популярны, они всегда почти электрические, потому что очень большой вес, и ты едешь сам, и плюс у тебя там дети в этом карго-байке. Ага. Обычно два или четыре места. Прикольно. И вот эти, подожди, два или четыре, это прям такая, типа, карета, да? Не то, что я подумал, там два колеса, там две сидушки, а прям такая здоровая штука, да? Типа, а я могу здесь? Ну, короче, я покажу, как. Ну, в принципе, там два-четыре места детских. Взрослых там четыре, конечно, не влезет. Ну, они такие, как бы, вот так, там, не знаю, метр, метр, метр двадцать длиной, и метров шестьдесят-семьде шириной, вот эти люльки. Но они здоровые. Я же меня вдохновил всеми вот этими подкастными темами, мы теперь будем делать подкаст в iOS. iOS? Что это? Ну, это вот на моей работе. Блин, ну, это классная штука, почему нет? У нас даже студия там есть. О, звукозаписи или видео? Ну, видео там отдельно, там вообще целый центр снега. Ну, IKEA, IKEA Communications, вообще там машина по производству. Они там, если надо тебе, если ты не хочешь сниматься, тебя в 3D сделают сам. Просто нарисуют тебя. А так, потому что... там есть просто звукозаписывающая студия, есть видеозаписывающий павильон у нас. Вот. Ну, короче, да, мы остановились на машинах. Ну, в общем, да, короче, электромобиль, это круто, но геморройно, для него нужно проводить их зарядку, на нем его не сразу можно купить, а выушный покупать никто не знает вообще, чем это грозит, потому что рынок бывых электромобилей разбит у нас только в России и на Востоке. Вот. Ну, в общем, и просто ты его так не купишь. Теслу год ждать, хендарь, ауникфайз, 8 месяцев и так далее. Поэтому мы пошли и купили то, что хотели купить. Без проблем, без ожидания. Сейчас ездим. Ну, не часто. Вот сейчас поедем, много будем ездить. Давно хотелось в такой успех. Сейчас куда-то далеко поедете? Ну, мы поедем в Германию сначала. Мы решили на фоне событий, которые происходят сейчас в России, сделать интересную тему. Мы вообще хотели куда больше поехать, но чуть-чуть ленивые. Короче, у нас будет по интересным местам Второй мировой войны путешествия. О! Мы едем в Берлин. Там будет много разных музеев. Мы собирались еще поехать в Аушвиц, но пока еще не решили, поедем или нет. Скорее всего, наверное, не поедем, потому что не кайф. Потом из Берлина мы поедем в Нидерланды, в Бельгию и через Германию вернемся назад. В общем, будет интересно тестить автобаны немецкие. Можно потом созвониться, расскажешь, как сгоняли. Ну да, вот мы сейчас мы обычно достаточно серьезно планировали готовиться к любым путешествиям, но в этот раз как-то было настолько лень, что мы так, типа, мы собираемся уезжать уже через неделю, но при этом мы еще не все забронировали. Мы решили сделать подход один отель в день. Ну то есть, если есть силы, что-нибудь забухаю. Завтра, может, что-нибудь еще. И в итоге так, постепенно вроде это разрастается. Ну вот, и получается, что, возвращаясь к тому, как растут цены, когда был ковид, путешествовать на машине там по Швеции было вообще космически дешево, потому что тот отель, который стоит сейчас там две тысячи, ну, давай добавим евро, 200 евро за ночь, тогда стоило 80 евро за ночь. И для человека, который никогда не путешествовал по Швеции, думаешь, ой, как дешево, я так буду ездить всегда. А потом корона заканчивается, ковид заканчивается, люди начинают путешествовать, отели понимают, что у них просто перебор с спросом, они начинают просто делать цены, хотя бы какие они были раньше. И ты начинаешь смотреть, ой, как все подорожало. А на самом деле все вернулось к своему первоначальному положению. Слушай, в России похожая история, у нас тоже сильно выросли цены, но не так, как были раньше. То есть у нас стабильная, интересная история, цены просто растут и все. это нормально. Длиночная экономика так и работает. Да. с недавно не подключено. Но, да, это же шутка про то, что не дешевее бензин дорожает, не дорожает, бензин дорожает. Да, да. Но здесь я вот однажды я писал про это, я почувствовал обратную ситуацию, то, что прям нефть упала, и бензин упал. И мы все такие, что, так можно было? Неужели это работает? Да, 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 да. Вот. А так, в целом, ну, а что про тебя у тебя, какие планы вообще? Да, не знаю, если тебе интересно, расскажу. Я делаю чайники на заказ, но это в основном чайная посуда, потому что про кинцоги мало кто знает. Клею вот чайники ремонтирую, учу людей ремонтировать чайники, продаю на Озон наборы для ремонта чайников, крутые продаю, продаю такие народные, вот. Ну, и вот развиваю всю эту историю. Хотелось бы какую-то свою мастерскую открыть, что ли, даже не мастерскую, как это сейчас модно говорить, какое-то пространство, где можно прийти, там, не знаю, и сделать что-то у тебя сломалось, пришел, починил, не знаю, попил чай, пришел, просто потусить, поговорить, там, позаписывать подкаст. То есть какую-то такую штуку хочется, я не знаю пока как, когда и сколько это будет стоить, но третье очевидно, что это будет стоить до хера, вот, к чему я пока не готов. Но очень хочется, есть такие вот амбициозные планы, все, все продолжать делать в видео-аудио формате. Я сейчас вот возобновляю эту историю, кстати, вот, хочу назвать это второй сезон, и ты будешь первым. Ты будешь его открывать. Вот, ну, потому что вроде проект интересный и, ну, интересен тем, что и разные города, разные люди, разные ситуации, и вроде это около чайная история, потому что, ну, я сижу, пью чай. Вот, видишь? Я сегодня поленился, я сегодня поленился, я накидался кофе с самого утра, потому что у меня было много встреч. Ну, вот, вот, да, тебе, ну, ты же на работе еще видишь, как бы, тебе... Да, работа у меня. Вот, ну, если вкратце, как-то так, такая вот история у меня. А, еще сейчас покажу, начал делать прикольные штуки. Не знаю, если потом будет интересно. Короче, есть, это будет странно выглядеть, но у японцев есть такая фигня, они делают скульптуры из дерева. Вот, я попытался сделать что-то подобное. Не знаю, видно, не видно. Она максимально странно выглядит. Ну, это просто такая деревяха. Выглядит как палка. Как палка, да. Покрытая просто при ближайшем рассмотрении, она как будто чешуйчатая. Ни фига не видно, наверное, да? Ну, ничего. Ну, да. Ладно, я потом тебе фотку пришлю. Вот, начал такой еще историей заниматься. В общем, как-то разноображиваю жизнь, скажем так. Ну, плюс еще дети тоже не дают скучать и держат тебя немного в тонусе. О, да. Если вкратце, как-то так, у меня не супермного каких-то событий, как у тебя. Ну, ты, конечно, тоже рассказал так в трех словах. Поменял работу, сменил квартиру. Вот. Ну, у меня так же, видишь. На самом деле, блин, мне кажется, это очень круто, когда ты постоянно живешь в движении и мне очень сложно понять тех людей, которые, как тебе сказать, которые никуда не двигаются. Все время на одном месте. Я не говорю, что они неправильно что-то делают, но я не могу их понять, потому что банально, если взять пример работы, я не знаю, я два года могу поделать, что-то, и потом мне хочется что-то новое делать. Да. Ну, может быть, не прям супер-мега-новое, но мне хочется двигаться. Я согласен с тобой. И так тоже. Совсем. Может быть, мы просто другое поколение. Прикол, который я на новой работе обрел, можно сказать, и познал. АЛС, вот это место, где мы сейчас работаем, это сборище самых староработающих вообще сотрудников в Икеа вообще по всему миру. Нифига. У меня в коллегах прям работает чувак, который начал работать в Икее за три года до того, как я родился вообще. Ого-го-го-го. Нифига себе. И при этом потом, я сначала с этого вообще так знатно обалдел, но потом я еще там поработал три месяца в этой компании, и я нашел людей, которые работают там с 70-х. они рассказывали какие бешеные просто истории то есть там я не знаю есть женщина 1 она рассказывала как в ее магазине появлялся первый компьютер который вот типа там комнату занимал и она не понимала что это зачем нужен потому что в принципе они вот она работала в кухнях в деле кухни они планировали кухни просто рисовали на бумаге знала наизусть все артикульные номера не было никаких систем и она просто рисовала кухню такая нравится чувак какой а вот тут она такая сейчас огонь она берет листик и начинала просто писать список чуваку артикулы вот возьми три вот это 005 317 25 возьми вот это вот это вот это он брал список и шел на склад набирать коробки слушай то есть раньше получается это в семидесятых так и работала как сейчас просто это сейчас доведено до совершенства с использованием современных технологий концепция менялась самообслуживание и я блин не знаю как это по-русски которые есть instant gratification что типа сразу можно товар забрать тенера ничего ждать мгновенное получение да вот и да тогда это также работал ну просто кухни назывались по-другому артикулов было не 12000 поменьше со 12 сейчас про кухонный артикул 12 не сейчас от восьми с половиной до 12000 это средний размер асортимент у киевского станет артикул я понял слушай но там же еще есть к это локальная история по моему да по странам мы сейчас я думаю мы бизнесе на не будем губляться но факт в том что когда ты видишь людей которые проработали в компании плен 50 лет а я на самом деле когда вот ты читаешь всякие эти корпоративные политики и там есть специальный подарок на 25 лет специальный подарок на 50 лет ты думаешь кому для кого это вообще кто работает 50 лет в одной компании вот они блин жесть конечно но и при этом ты разговариваешь с этой женщиной которая в итоге 65 лет может и больше и она приземлилась уже в мальме все она не хочет доехать но она в своей жизни работа всю жизнь в одной компании увидела работала в дизайне она работала в продажах она была логистическим менеджером она была бизнес-навигатором то есть она попробовала все она работала в 14 странах офигеть блин в итоге очень круто я не знаю другой никакой компании ну блин я так говорю как будто я поработал прям в миллиарде компаний типа типа икея но мне кажется таких больше нет но эта часть культуры возможно они есть но мне кажется в икеи все-таки есть какая-то такая уникальность банальная уникальность том что например это и керри эта компания решила остаться частной да это кстати крайне редкая фигня то есть они на бирже не выходят ничего такого нет это прикольно и и нам на самом деле из-за этого порой очень сложно работать потому что допустим сейчас очень сильная расширение всего этого движа в цифровые технологии коммерцию и так далее у нас набирают очень многих чуваков из-за амазона из гугла вот из таких как это сток маркет гигантов и люди просто не знают как работать на бизнес в плане того что они знают как работать на цену акций а как работать на реальные деньги вопросе разговариваешь с этими людьми и они такие мы придумали супер крутую фичу которая блоге мая эта кнопка теперь красный такой так кого хипарит какого цвета эта кнопка мы сделали маркетинговое исследование просит 4000 покупателей и у красной кнопки по сравнению с зеленой кнопкой на 0 37 сотых процента выше эффективность на этой категории ты думаешь камон чувак серьезно сколько нам это все денег маркетинговое исследование показывает все окей спасибо это есть там чуваки как есть люди которые просто привыкли работать на стоимость акций а когда ты возвращаешь их в реальный бизнес они уходят обратно стоимость акций то есть люди прибежали таки поработали полгода поняли что в икеа лискальность которая тебя прямо вот именно им энхульте на самом деле вот именно вот в этой деревне она вся вот какая-то такая движовая знаешь ну то есть вроде ты думаешь там живет вот представьте российскую деревню в которой живет 1000 человек это просто этих правильно там просто да но так примерно я разговаривал с многими людьми энхульд это место вот чуваки что-то постоянно вот такие что-то мутят на движениях там что-то там есть люди которые не работают в икее но которые видят вот эту всю бизнесовую движуху то есть папа там бизнес-навигатор в икее он что там постоянно продажи маржинальность там что оптимизация и там вырос человек и он как берет тут делать свою фирму вот в этой тысячи человек он говорит вот вы все бегут и три кафе или там 5 но при этом зарплаты там у людей и они хотят есть и чувак просто идет открывать свой кафе вот мне недавно буквально рассказали историю как в эльмхульте появилась самая крутая пекарня то есть люди пекли хлеб для себя кто-то из знакомых сказал блин йохан у тебя крутой хлеб йохан такой йохан решил попробую я ради прикола просто опять лицам печь не один хлеб а 10 хлебов и спрошу всех своих знакомых хотят ли они купить потому что им самим это же геморрой на печь хлеб правильно на стоять вечера он один раз в пятницу испек хлеб продал его там люди все обалдели и сказали вау как круто так просто и у тебя мы все знаем что ты круче всех хочу он начал по пятницам печь хлеб просто около своего дома он его ставил рядом ставил банку куда люди клали деньги и брали хлеб и потом он подумал все работает хорошо я продаю 20 кусков хлеба а и все это начало вспрыгаться что самый крупный хлеб он прямо на своем участке сбил просто из досок и и начал печь не 10 хлеб кусков булок хлеба в пятницу а 30 потому что теперь есть складывать это же только по пятнице прикол только по пятнице и в итоге вот от одного комментария какого-то типа эта штука выросла потом он построил сарай потом он в этом на этом сарае заработал денег он купил недалеко участок земли построил там уже не сарай а пекарню целую и просто из сарая перенес свое имя на эту пекарню и все-таки мы знаем что этого человека самый офигенный хлеб у него появился свой бизнес офигеть так просто с одной стороны да да просто шаг за шагом шаг за шагом человек взял и построил это и потом он при этом с ними работала своей работе он он также эту пекарню дома не так до момента пока у него не открылась в это большая пекарня он делать пятница и вот это там везде и примеров таких очень много везде какие-то что-то маленькие хотят сделать что придумать какой-то небольшой бизнес открыть прогореть окей хрен с ним начал заново там и так далее вот и там есть вот эта предпринимательская тема были надо тоже ехать утра открывать мастерскую по реставрации фарфора там вполне это может зайти потому что там из развлечений раз-два-три все конец ну все значит ближайший год я коплю денег тем более тем более что из японии в россию крайне хреново едут лаки они заказываются только в японии поэтому будет круто заказывать из японии в швецию да да и на самом деле вот эта вся интернациональная культура здесь очень-очень-очень может хорошо прижиться блин это классно когда много всего ты можешь выбрать из чего-то это здорово по крайней мере на основе еды точно можно так сказать а можно открыть пловную казан с собой притащу еще в майна нет русского ресторана узбекского тем более я думаю в стокгольме есть один очень крутой русский ресторан мы обожаем в него ходить и и я помню когда мы первый раз приехали и мы зашли туда а там была женщина вот знаешь классический прайден бич столовки такая тетя света ну да то есть она такая вообще ну то есть у меня было прям ощущение что я попал домой там конечно все чисто все аккуратно прикольная кафешка никакой грязи ничего но вот ты сразу чувствуешь в этом человеке отсутствие личных границ которые такие просто пошел бы хлебушек не возьмете возьму возьму так и надо было сразу отчет и стесняешься ладно приносят эту тарелку борща ты берешь такой просто ноздрями всасываешь его в себя и мы туда теперь ходим каждый раз когда мы приезжаем стокгольм каждый расходе и да да всем кто попадет стокгольм фонарь старого города называется кафешка просто вообще я не знаю зовут ли эту женщину света но слушай ты сейчас рассказал я прям борща захотел до прикол в том что я я ну там в прошлый раз разговаривали тему что какие-то скажем так правоверные российские блюда здесь не просто приготовить потому что она чего-то не до до некоторые вещи банально там майонез здесь он не такой как россии просто не такой у него другой вкус или я не знаю докторскую колбасу на оливье что ты здесь не купишь можешь пойти в польский магазин купить что-то похожее но это будет не она уж я мы я не помню когда мы последний раз делали оливье ху с колбасой мы делаем ее с курицей почему-то у нас вот так поэтому мы тоже делали последний раз с курицей но я не знаю на юге до опера и делать с докторской колбасой такая везде почти так у нас пришли нас кухня такая домашняя она своеобразная потому что у меня азиатские со средней азии я жизнь из ташкента из узбекистана вот и поэтому у меня такая всякая штука что у меня там все жирная с луком с морковкой и вот и оливье должно быть такое чтобы нажористая значит но из колбасой мы я не помню когда мы последний раздел это наверное где-то было моем детстве может быть так потому что но не помню а у нас есть я скажи можно в швеции купить гречку да можно продается у нее есть тут вообще да но если ты берешь конкретно шведские супермаркеты то есть сетевики которые в которой все шведы ходят там продается в основном зеленая гречка которая которую я не понимаю что с ней делать но ты можешь спокойно сходить во всякие я не знаю тут же много очень локальных скажем магазинчиков таких которые направлены на определенную националити я путаю короче есть турецкие магазины есть арабские магазины есть польские магазины и там вообще изи это все находится все что тебе надо шок и гречка и да хоть перловка ловку но это но и ты можешь ее найти а я хочу сказать что вот у меня наоборот вот как только я я понимаю что ты когда переходишь на определенный уровень возможностей готовить еду это превращается в какую-то я не знаю я начинаю сейчас воспринимать приготовление вообще все что связано с едой как какую-то что-то что просто тупо отнимает время это так ну есть ты не будешь готовить я даже если люблю готовить но если тебе приходится делать что-то очень часто постоянно и регулярно и для этого нужно еще что-то другое делать плане того что окей я хочу что-то приготовить но мне для этого нужно читать магазин короче когда и при этом ты можешь просто выйти из дома и ты вот у тебя 10 минут тебе идти в магазин и что-то покупать а потом вернуться домой все это готовить при подготавливать готовить и ждать пока он приготовится или ты за те же 10 минут ты доходишь кафе где ты говоришь хочу это тебе это дают и тебе вкусно и и все ну да да и ты такой очень сложно очень сложно нет и в итоге твоя и твой моё меню сейчас как будто начинает потихоньку сводиться к окей я готов инвестировать в завтрак то есть в плане того что у меня дома всегда есть все что я люблю чтобы сделать себе классный быстрый очень крутой завтрак то есть у меня он при этом для завтрак это такая рутинная еда которая всегда одинаковая то есть и ты обеспечиваешь себе наличие этого потом при этом же ты постоянно ешь постоянно на работе то есть ты там достаточно часто находишься на работе и там тоже у тебя все готовое и это тебя приучает тому что еда должна быть еда должна быть готовой готовить еду это очень сложно дорого время занимает и в итоге получается у на у меня сейчас такое получается происходит ситуация что у меня все до завтрака у меня есть так называемый просто emergency kit для обеда и это замороженная еда она в швеции дешевая пипец какая вкусная и качественная ты кинул микроволновку и да на шесть минут ты кидаешь микроволновку достаешь у тебя там бифштекс и говядины с паренными овощами и там каким-то крутым соусом за ну типа за 100 рублей и вот это все лежит морозилки там пять штук на всякий случай есть времени надо быстро поесть все остальное время и знаешь на самом деле мы недавно размышляли насчет концепции дискутировали мы всегда воспринимаем вот например я много читал статей на тему что дешевле готовить самому или заказывать доставки и люди всегда считают это на тему того там что у тебя вот здесь ты на кухню закладываешь только то что ты сам купил ингредиенты ну может быть время но при этом все забывают что базовые инвестиции для того чтобы у тебя была кухня техника или банальный пример вот у тебя есть квартира правильно у тебя в квартире целая комната эта кухня эта комната направлена на производство еды да и потребление да да и представь что если бы тебе не нужно было сколько у тебя стоит квадрат в твоей квартире слушай что-то узнать там посчитать ну простой пример думаю в москве квадрат стоит 200 300 косарей наверно да даже нет не думаю я думаю больше и и вот я нигде не видел чтобы кто-то считал это в таком в такой стезе представь если бы ты ты полностью я только закупает потребляю готовую пищу только готовую пищу и тебе уже не нужно покупать квартиру с лишней комнатой ты можешь кухню превратить в спальню например тебе не нужно тратить на технику на саму кухню столы и стулья с домой к техника электричество холодильники это же колоссальные бабки вообще да слушая со стороны вообще никогда не думал об этом и водка а есть и вот получается что если просуммировать это все плюс все то время что ты экономишь есть где-то надо все равно а ты ну да окей допустим у тебя будет место для потребления но не более а принципе да какую-нибудь столовую гостиную все она можно же соорудить она часто есть посчитать подумать это интересно слушай ничего мы будем может закругляться потому что уже моя пара вторые полчаса подходит к логическому завершению блин я очень рад был тебя видеть это очень здорово что есть такая технология позволяющая сквозь километры созвониться я выучил детское слово недавно который говорит типа тебе тоже и я тоже дать сама дать сама дать сама ну ты кто-то говорит например типа всего тебе хорошего и летом спасибо тебе большое а ты ему говоришь дать тебе похоже на дать сама типа это вон то лето и потому в общем можно в следующий если будем встречаться еще можно будет обсудить каково это путешествие по германии и каково это рабочий через когда ты ходишь то чисто по фону чего тебя там на заднем плане за пиалка стоит ты попиваешь чайчик или нет да но эта пиалка на самом деле она имеет технический смысл данный момент не хранятся штуки от лего а стой куда показываю я понял я познал для себя лего недавно а я вижу давайте там стоит . ух нифига я думал она несколько поменьше огнище это будет мобиль какой-то что да 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 это из саги кристофера но он ох тышь ё-моё мне раз дарья подарила на день рождения вообще я даже передавай большущий привет обязательно очень крутая штука очень круто и второй человек в моем окружении если это так можно сказать который открыл для себя лего во взрослом возрасте сознательный вот это поразительная вещь мы сыну сколько раз покупали в магаз в меге в лего ходили и столько раз столь вот сколько мы туда них не заходили столько раз ну наверное процентов 40 что же на что я хотели бы себе купить из того что там где-то половина магазина хочется взять себе давай да не буду тебя отвлекать рад был тебя видеть ладно пока 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 давай